Рассказать об аромате, его нотах, шлейфе и восприятии в целом, пожалуй, одна из сложнейших задач. Естественно, здесь не обойтись без поэтических приемов, метафор и аллегорий, которые применяются и на уровне текста, и на уровне картинки. Ну а самым глубоким и многозначным обычно является название. Премьера этой весны «Аура Лаева Флораль» — это продолжение истории с общим названием «Аура», посвященной этому таинственному неосязаемому явлению. Мне кажется, мы в России называем это очень грамотно, мы называем это изюминкой. Так вот, в каких-то женщинах эта изюминка сразу видна, а в каких-то ее нужно раскрыть. Поэтому мы создали несколько лет назад потрясающий аромат «Аура Лаева Магнетика», который и призван раскрыть ту самую изюминку, которая есть в каждой женщине, и превратить ее в муза, которая вдохновляет, воодушевляет мужчин на какие-то свершения, художников на творения, женщин на то, чтобы меньше злословить, быть добрыми, приятными и прекрасными. Это аромат, который наполнен цветами, фруктами. Аромат, в оформлении флакона которого использована кожа. И не только в оформлении, но на самом деле одним из компонентов этого аромата также является нота кожи. Ноты розовых специй, красных ягод, белого персика, розы, жасмина – это аромат, который подчеркнет ту самую изюминку. И когда мы говорим про ауру, мы говорим, что либо она у вас уже есть, либо совершенно точно будет вместе с ароматом «Аура Лаева Магнетика». Лицом аромата стала знаменитая модель Линда Евангелиста, уверенная, роскошная, успешная, вне сомнения, обладающая аурой магнетизма. История ауры продолжилась годом позже, когда Линда стала более естественной, более легкой, если появилась туалетная вода «Аура Лаева». Это более легкая, цветочная композиция с легкими нотами специй, с прекрасной ванилью и сандалом в шлейфовых нотах. Она как раз о девушке очень естественной, очень необычной, которая любит делать себе маленькие приятные моменты в жизни и наслаждаться ими. Этой весной в коллекции «Аура Лаева» появился аромат, в котором отказались от идеи ассоциировать его с конкретной женщиной, ибо энергия индивидуальности, красоты и успеха есть в каждой из нас. Аромат называется «Аура Лаева Флораль». Слово «Флораль» понятно практически всем. Это цветы, это насыщенная цветочная эссенция. Цветы нас окружают в жизни повсюду. Аромат очень насыщенный, цветочно, пряный, сладкий, с легкими нотами гурмандизма. Здесь также в инкрустации флакона кожаные элементы. И также в качестве одного из ингредиентов содержится нота кожи. А также здесь роскошные цветы, болгарская роза, самбавский жасмин, фиалки, гортензии, лилии. То есть все то, что мы можем наблюдать в нашей жизни, что окружает нас повсюду, вот оно заключено в этом флаконе. В мужском парфюме «Лаева» мистики не меньше, чем в женском. Загадочное и лаконичное название «Семь» имеет множество значений. Во-первых, семь компонентов в составе. Во-вторых, арифметический расклад. Четыре число земных стихий, три божественной природы. Его реинкарнация в нынешнем сезоне носит название «Анонима», адресованное бесславным героем наших дней. Аромат совершенно особенный. Аромат, который состоит из семи ингредиентов, среди которых есть совершенно уникальный ингредиент «Ладан». Я думаю, что мы все понимаем, что «Ладан» мы обычно встречаем в заведениях духовного культа. И это, в общем-то, наверное, относит нас к идее о каком-то человечестве и божественном. И этот аромат очень стойкий, он в концентрации парфюнированной воды. На самом деле, для мужчин такие продукты выпускаются редко. Поэтому «Семь Лайва Анонима» абсолютно точно станет надолго спутником мужчины, спутником настоящего героя. И вы знаете, как сказала одна из журналистов на нашей презентации, это аромат мужчины, которым хочется проснуться на соседней подушке. Сегодня парфюмерная мода все более стирает границы между мужским и женским, а также сезонностью и временем суток. Искать свой аромат приходится, перебирая сотни вариантов. В этом случае специалисты советуют не бояться экспериментировать и быть открытым для перемен. Только так можно воспитать свой вкус, познать себя и выйти на новый уровень развития.